Привет, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English, где вы сможете абсолютно бесплатно, легко и понятно учить английскую грамматику. Я стараюсь все правила, которые используют носители языка, объяснять как для русских людей, чтобы вы поняли логику английского языка. К сожалению, логика русского и английского языков отличается, но это не проблема, друзья мои. Чуть-чуть хороших объяснений, чуть-чуть практики, всё становится понятно. В Unity номер 48 по грамматике Essential Grammar News, автор которой Рэймонд Мерфи, мы с вами продолжаем говорить об английских вопросах, сказано уже немало за предыдущие пять уроков. Но сейчас мы будем говорить о таких вопросах, в которых, я думаю, практически каждый русский делает ошибку на ранних порах. Я буду говорить о вопросах, которые состоят из двух частей. Есть главное предложение, есть придаточное предложение. Вот именно с этим придаточным предложением и возникают постоянные путаницы, вы делаете ошибки. Почему это происходит, сейчас посмотрим. Давайте переходить к разбору юнита. Смотрим на людей. Вот они разговаривают. Девушка говорит, Смотрите, как я перевожу на русский вопрос. Ты не знаешь, где пола? Обе части этого предложения на русском звучат как вопросы. Но в английском языке, друзья мои, это правило не работает. Первая часть. Do you know? Главное предложение. Это и есть вопрос в английском языке. А вот та вторая часть, которая начинается вроде как с вопросительного слова where Paula is, это уже не вопрос, друзья мои, в английском языке. Хотя здесь стоит действительно вопросительное слово и по смыслу мы задаем вопрос. Но так как это уже придаточное предложение, то есть второе в нашей череде предложений, да, в этом придаточном предложении вопрос мы уже не задаем. И мы используем порядок слов как утверждение. Несмотря на то, что здесь where, мы ставим автора действия, а потом вспомогательный глагол. Это то, на чём потыкаются все. Давайте разбирать побольше примеров, чтобы вы увидели, как это работает. Если я буду просто задавать вопрос, где пола? Я задам его, конечно же, по правилам вопросов. Where is Paula? Where is Paula? Where – это вопросительное слово из, вспомогательный глагол, автор действия пола, после вспомогательного глагола. Но если этот вопрос сделать предаточным предложением, которое идёт после главного, после первого предложения, то этот порядок слов уже не работает. Мы должны использовать порядок слов как в обычном предложении. Paula – Paula, девушка Paula is a girl. Paula is – всё в порядок слов как утверждение. И вопрос «Ты не знаешь, где пола?» будет звучать так. Do you know? Вот он наш вопрос. Where Paula is? Не нужно говорить «Do you know where is Paula?» Ты не знаешь, где пола, как в русском языке. Это не работает здесь. Вопрос в длинных предложениях задаётся только в первой части. Именно она задаёт тон всему предложению. Вторая часть – это уже как бы как… Представьте себе поезд, есть локомотив, есть вагон. В вагоне нет мотора, вагон просто его тащит за собой локомотив. Так вот так же и здесь. Вот он наш локомотив. Do you know? Это главное предложение. А это просто прицепной вагончик. Where Paula is? Он ни за что не отвечает, не отвечает за вопрос. Это просто дополнительная информация. Мы даём здесь утверждение. Это не вопрос, друзья мои. Надеюсь, я объяснила понятно. Давайте смотреть дальше. Если, например, я не задаю вопрос, а говорю «Я знаю, где пола». «Где пола» – это то же самое, что «Где пола?» Я знаю, где пола. I know where Paula is. Ты не знаешь, где пола? Do you know where Paula is? Меняется только интонация немножко. Я не знаю, где пола. I don't know where Paula is. Ты можешь мне сказать, где пола? Can you tell me where Paula is? Это уже вопрос, друзья мои. Но предаточная часть после вопросительного слова where, она неизменна. Порядок слов как утверждение. Кстати, такое слово, как предаточное, оно очень длинное. Можем заменить его на зависимое предложение или второстепенное предложение. Но в грамматике используется такой термин, как предаточное предложение. То есть, неглавное. Можем говорить так. Неглавное предложение. Но имейте в виду, друзья мои, что под понятием «предаточное» я имею в виду вот такое вот предложение, которое стоит вторым в нашей цепочке. Давайте теперь смотреть на примерах. Who are those people? Кто эти люди? Это обычный вопрос. Who are those people? Порядок слов как вопрос. Но если я хочу задать вопрос так, что эта часть будет предаточной, это будет звучать так. Do you know who those people are? Ты не знаешь, кто эти люди? Вопрос переместился на первую часть. Do you know? Это вопрос. Если мы его тут задали, то после who вопрос уже не нужен. Who are those people? Это утверждение. How old is Linda? Сколько лет Линде? Это вопрос, вопросительная связка, вспомогательный глагол, автор действия. Do you know how old Linda is? Ты не знаешь, сколько лет Линде? Вопрос переместился на первую часть. Do you know? После how, после how old, вернее, будет уже идти предаточное предложение. Linda is, не из Линда. What time is it? Сколько времени? What time is it? Do you know what time it is? Не нужно говорить do you know what time is it? У вас будет искушение так сказать, потому что вы привыкли, что после слова what идет вопрос, или там после how, после who. Вы к этому привыкли. Мы с вами проходили это уже пять юнитов, друзья мои. Но мы говорили тогда о ситуациях, когда вопрос задаётся ко всему целому предложению. Мы не брали длинные предложения, как поезд с вагонами длинный. Здесь у нас именно такая ситуация. Вопрос задаём в главной, а не в предаточной части. Where can I go? Куда я могу уйти или уехать? Вопросительное слово where. Вспомогательный глагол. Здесь модальный глагол can, автор действия I. Второй глагол go. Can you tell me where I can go? Ты не скажешь мне, куда я могу пойти? Can you tell me? Вот он наш вопрос. После where идет уже обычное предложение. I can go. Кстати, друзья мои, это же правило, немного забегу вперёд, работает и для косвенной речи. Когда мы передаём чужой вопрос, то есть чужую прямую речь, мы её как бы пересказываем, там работает тоже правило. Несмотря на то, что мы используем упросительные слова who, how, what, where, мы будем передавать вопрос уже в виде утверждения, не в виде вопроса, потому что это пересказ. How much is this camera? Сколько стоит эта камера? Теперь здесь мы будем уже не вопросы задавать, да, но просто вот эта часть, которая здесь является вопросом, сюда переместится в виде предаточного предложения. Я знаю, сколько стоит эта камера. I know how much this camera is. Это уже утверждение, это не вопрос. Ну, тут немного проще, да, вы знаете, что вы говорите уже утверждение, да, поэтому вопрос не хочется задавать. Хотя, кому как, может быть, после how much вам всё равно захотелось бы сказать do you know how much is this camera? Не нужно так делать. Do you know how much this camera is? When are you going away? Когда ты уезжаешь? Это вопрос. Are you going? I don't know when you're going away. Я не знаю, когда ты уезжаешь. Первая часть I don't know, вторая часть после when, это предаточное предложение. When you are going away? Всё как в утверждении. Where have they gone? Куда они уехали? I don't remember where they have gone. Не where have they gone, да, а where they have gone. Пусть вас это where не сбивает, друзья мои. What was Anne wearing? Что на себе надела Аня? I don't remember what Anne was wearing. Я не помню, что на себе надела Аня. Итак, теперь мы с вами, друзья мои, знаем, что после вопросительных слов может быть не только вопрос, но и идти предаточное предложение. Это то предложение, которое стоит во второй части более длинного предложения, и оно не требует никаких вопросительных порядков слов. Теперь смотрим, как это работает с вопросами, в которых были do, does и did. То есть, как это правило работает с present simple и past simple. Итак, мы знаем, как мы задаём вопрос, например, где он живёт? Where does he live? Где он живёт? Но если я хочу фразу, где он живёт, вот этот кусок запихнуть предаточным предложением, подцепить его к этому предложению, главному, это будет звучать так. Do you know where he lives? Ты не знаешь, где он живёт? Do you know? Всё, как мы знаем, как обычный вопрос. Потом идёт вопросительное слово where, а потом дальше ведь утверждение, да, выбрасываем вспомогательный глагол и даём просто глагол, как он есть. Ну, так как это he, то нужно добавить s, да. Where he lives? Не надо говорить do you know where does he live? Слишком много вспомогательных глаголов на одно предложение, друзья мои. Английский этого не любит. Примеры. How do airplanes fly? Как летают самолёты? Do you know how airplanes fly? Ты не знаешь, как летают самолёты? Вот это вопрос. How do they fly? Как они летают? Появилось do. Это часть с how. Это предаточное предложение. Это не вопрос. Поэтому мы говорим how airplanes fly. А do you know? Это и будет нашим вопросом. What does Jane want? I don't know what Jane wants. Чего хочет Женя? Я не знаю, чего хочет Женя. What does she want? Это вопрос. Я не знаю. I don't know what she wants. Я не знаю, чего она хочет. Утверждение. What she wants. What Jane wants. Why did she go home? I don't remember why she went home. Это уже прошлое время. Почему она ушла домой? Did she go? Это был вопрос. Я не помню. I don't remember. Предаточная часть. Why she went home. Не нужно говорить I don't remember why did she go home. Не надо городить этого, друзья мои. Просто успокойтесь, как говорит. Поставьте это вопросительное слово. Делайте вдох и дальше скажите просто утверждение. She went home. Jane wants. Airplanes fly. И последний пример. Where did I put the key? I know where I put the key. Куда я положила этот ключ? Я знаю, куда я положила ключ. Where did I put? Это вопрос. I know. Вопросительное слово where. Предаточное предложение. I put the key. Ничего сложного здесь нет, друзья мои. Надо просто себя отдёргивать и задавать себе вопрос. То, что я говорю, это отдельное предложение вопрос или это более сложное громоздкое предложение, которое состоит из двух частей – главной и предаточной. Но это ещё не всё. Теперь мы будем говорить о том, как же передавать вопросы, которые начинаются с вспомогательного глагола, то есть общие вопросы, ответ на который yes и no. Is, is here, boy, do, do you like apples? Can, can you help me? Как это интерпретировать? Здесь, так как не было вопросительного слова изначально в вопросе, нам нужно заполнить пустоту, которая образовалась из-за того, что вопросительное слово не присутствовало в вопросе. Когда у нас нет вопросительного слова, а надо как-то сказать предаточное предложение, мы добавляем специально для этого имеющиеся в английском слова, которые звучат как if или whether. Они переводятся на русский, вообще не переводятся, либо можно заменить частицей ли. Как это работает? Is Jack at home? Do you know if Jack is at home? Jack дома? Ты не знаешь? Jack дома? Или дома ли Jack? Можем так перевести. Это вопрос отдельный. Is Jack at home? Jack дома? Вопрос на него да или нет. Этот вопрос, эта структура, она видите громоздкая, она состоит из двух предложений. Первое предложение. Do you know? Это главное предложение. Второе предложение после if. Jack is at home. Это предаточное предложение. If помогает нам отделить предаточное предложение от главного. Друзья мои, вообще как ориентир, что значит в английском языке предложение? Это такая структура, которая имеет автора действия, например, you. И действия no или do no. Do you know? Вот если есть у нас отдельный автор и его действия, это отдельное предложение. Здесь, как видите, do you know? Есть автор you. Есть его действия. Do you know? Во втором предложении у нас есть автор Jack. Есть его действия. Из... Значит, это два отдельных предложения. Мы их просто соединили, подцепили один вагончик к другому, и получилась более длинная структура. В русском тоже полно таких предложений. Может быть, вы не задумывались, что вы так говорите, но вы действительно так говорите. Мы часто используем в речи вот такие вот более громоздкие предложения длинные, которые состоят из нескольких простеньких, которые нам удобно объединить. Просто это действительно удобно. Даже смотрите, как по-другому сказать. Ты не знаешь, где Jack? Это действительно одно предложение. Оно логически связано. Можно сказать, где Jack? Ты не знаешь разделить на два предложения, но удобно сказать это одним. Ты не знаешь, где он. Это как бы как единая по смыслу структура. Вот так же и англичанам. И можно, конечно, сказать Where is Jack? Is he at home? Но можно же объединить эти два предложения и сказать Do you know if Jack is at home? Have they got a car? У них есть машина. Do you know if they've got a car? У них есть машина. Ты не знаешь, у них есть машина? Или ты не знаешь, есть ли у них машина? Здесь отдельное предложение. Have they got a car? Отдельный вопрос. Have they got? Видите, всё как в вопросе. Здесь две части. Первая. Do you know? Потом разделительная частица if. После if мы даем следующее, придаточное предложение. They've got a car. They have got. Видите, порядок слов как в утверждении. Can Brian swim? Brian, me? Плавать. I don't know if Brian can swim. Я не знаю, умеет ли Брайан плавать. Can he swim? Вопрос. I don't know. Здесь даже не вопрос, здесь просто первое предложение, главное. Не знаю, чего. If Brian can swim. Умеет ли он плавать. Не нужно говорить I don't know. If can Brian swim, да? Do they live near here? Они здесь рядом живут? I don't know whether they live near here. Я не знаю, живут ли они здесь рядом. Живут ли. Частицу ли я поставила. В чём разница между словами if и whether? Честно говоря, никакой разницы нет, друзья мои. Бывают там какие-то отдельные случаи, редкие, когда нужно говорить whether, когда их не подходит. Но вообще почти всегда мы можем взаимозаменять эти слова, но if используется чаще. Почему? Наверное, потому что оно короче, друзья мои. Did anybody see you? I don't know if anybody saw you. Тебя кто-то видел? Я не знаю. Видел ли тебя кто-то? I don't know, первая часть, if, потом anybody saw. Это утверждение в прошедшее время, поэтому используем saw, вторую форму глагола. Ну, и ещё раз вам тут автор говорит, что разницы между if и whether в этих предложениях никакой нет. Кстати, обратите внимание, что это слово weather – это не погода, друзья мои. Слово погода пишется чуть-чуть по-другому, но говорятся они одинаково, поэтому не путайте, пожалуйста. Можем сказать do you know if they've got a car или do you know whether they've got a car. И тот и тот вариант абсолютно верны и абсолютно идентичны. Друзья мои, тема важная. Не делайте, пожалуйста, ошибок с придаточными предложениями, просто для себя всегда разбивайте более сложное предложение на несколько простых. И помните, что за вопрос отвечает первое предложение из нашего паровоза – локомотив. Именно к этой части мы задаём вопрос. Вторая часть, даже пусть там стоит 50 вопросительных слов, придаточная часть никогда не задаётся в виде вопроса. Она всегда является утверждением. Пользуйтесь этим правилом, друзья мои. Надеюсь, проблем у вас не возникнет. Делайте обязательно задание по юниту. Там есть что поделать, друзья мои. Если вам мало, возьмите другую грамматику, делайте по ней задание. Но закрепите этот материал, чтобы вы не путались и не делали ошибки. Потому что, повторюсь ещё раз, слишком часто наши русскоговорящие люди делают здесь ошибку. Потому что русская и английская структура отличаются. Пожалуйста, сделайте упражнения. Также не забывайте поддерживать мой канал. Делайте репосты уроков. Ставьте мне лайки. Записывайтесь в мои социальные группы. Вы поддерживаете блог финансово, в том числе. Ссылки вы найдёте в описании. Зайдите, посмотрите обязательно, друзья мои. Спасибо, что вы были со мной. Ждите новых уроков от меня, которые обязательно выйдут. Я рада, что вы оставляете свои комментарии. Приходите ко мне на канал. До встречи в следующих уроках. Меня зовут Елена Викторовна. Всего вам самого лучшего. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok I don't remember why she went home. I know where I put the key. Section C Do you know if Jack is at home? I don't know whether they live near here. Do you know if they've got a car? Do you know whether they've got a car?